Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Вадим Пачема. Работает выставка из Санкт-Петербурга. Заседание Государственного антинаркотического комитета состоялось сегодня в Доме правительства. Его провел министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в режиме видеоконференции. Конференцию приурочили к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Участники заседания обсудили опыт реализации антинаркотической политики в Республике Татарстан. Она входит в десятку лидеров среди субъектов России по финансовому обеспечению программных мероприятий в этой сфере. Члены комитета рассмотрели и проект ежегодного доклада президенту нашей страны о складывающейся наркоситуации. Документ содержит как правоохранительные, так и медицинские аспекты. Председатель Государственного антинаркотического комитета высоко оценил значение всероссийского мониторинга. На его основе готовят предложения по повышению эффективности принимаемых мер. В последние годы наметились новые тенденции, повлекшие изменения структуры наркорынка. Отмечается увеличение удельного веса изымаемой синтетики. В то же время растет число пациентов с зависимостью от психостимуляторов. Владимир Колокольцев сообщил, что в мае утвержден новый план реализации стратегии государственной антинаркотической политики. Предусмотрен широкий спектр мероприятий по линии 16 министерств и ведомств. Большая работа предстоит и на региональном уровне. 73 миллиона рублей невыплаченной заработной платой в текущем году взыскано в пользу работников с предприятий должников Чувашия. Тенденция по снижению задолженности положительная, но остаются еще сотни людей, которым вовремя не платят вознаграждение за их труд. Какие меры принимаются в регионе, чтобы люди вовремя получали зарплату, обсудили на открытом форуме по защите трудовых прав граждан, который организовала прокуратура Чувашия. Вознаграждение за труд – одно из основных прав человека. Но некоторые работодатели легко им пренебрегают, пока их не привлекут к ответственности. В республике с должниками работает межведомственная комиссия, благодаря которой уже сотни людей получили честно заработанные деньги. Работодатель рассчитался сотрудниками Чуваш-Автотранса. Зарплату после долгой задержки наконец-то получили 235 работников Чуваш-Бройлера. Там погашена задолженность практически в 5 миллионов рублей. Еще 500 тысяч остается за предприятием. Встретились с начальником следственного управления по республике Чувашия, вместе с новым акционером, с представителями правительства. Переговорили о методах погашения, разъяснили, что лучше так сделать, чтобы люди были довольны и с большим энтузиазмом относились к исполнению своих трудовых обязанностей. И с пониманием отнеслись. Акционеры пошли навстречу и эту ситуацию практически разрешили. Сейчас организацию Чувашии должны работникам еще 70 миллионов. В черном списке в основном предприятия банкроты. На их долю приходится почти 50 миллионов. Это Чебоксарская типография номер один – 16 миллионов рублей. Алатарский завод низкотемпературных холодильников – 13 миллионов. Процедура банкротства продолжается и на новочебоксарском заводе ЖБК-2, который задолжал сотрудникам 5 миллионов рублей. Бывший руководитель данного общества, который допустил невыпаду заработной платы на срок более двух месяцев, привлечен уже к уголовной ответственности, он осужден. На сегодняшний день нами осуществляется контроль за своевременностью проведения всех процедур в рамках конкурсного производства со стороны арбитражного управляющего. 18 июня 2018 года было утверждено положение о порядке продажи имущества должника банкрота, которое составляет всего в конкурсную массу включенное имущество на 15 миллионов рублей, которое при дальнейшей его реализации в рамках этого положения, о котором я сказал, должно его хватить на то, чтобы погасить задолженность по заработной плате перед гражданами. Мы сейчас будем осуществлять контроль за своевременностью всех процедур реализации этого имущества. По невыплате зарплаты в этом году возбуждено 12 уголовных дел, в прошлом – 21. Этот вопрос остается на постоянном контроле у прокуратуры республики и других ведомств. В решении проблемы немаловажную роль играет своевременность сигнала, подчеркнул прокурор Чувашия Василий Пословский. Главное от людей, что немаловажно, и одна из задач форума сегодня – от людей получать своевременную информацию, чтобы не тогда, когда уже предприятие обанкротилось, и оттуда совершенно нечего взять, чтобы погасить эту задолженность, а вовремя. И мы тогда уже призовем к порядку соответствующего руководителя, разъясним требования действующего законодательства ему, а то и при наличии оснований привлечем к уголовной ответственности. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Как стало известно сегодня, расследование уголовного дела в отношении экс-директора Чувашского бройлера завершено. Его обвиняют в превышении полномочий и преднамеренном банкротстве предприятия, невыплате зарплаты и по другим статьям. Так, с сентября 2016 года, по июль 2017, он не обеспечивал выплату зарплаты 92 сотрудникам предприятия на сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, хотя возможность для этого имелась. Также обвиняемый заключал договоры со сторонней компанией на заведомо невыгодных для Чувашского бройлера условиях. В июле прошлого года с определением арбитражного суда Чувашской республики обвиняемый был принудительно отстранен от должности директора ОАО «Чувашский бройлер» в связи с грубым нарушением требований федерального закона о несостоятельности банкротства. По ходатайству следователя судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, по ходатайству следователя судом наложен арест на его имущество. Дело передано в суд. Неправильные пчелы, которые делают неправильный мед. Специалисты Министерства природных ресурсов республики проверили участок лесного фонда, который выделили предпринимателю под развитие пасеки. А обнаружили там кабанов. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Все началось еще в 2012 году. Тогда Станислав Смирнов в опытном лесничестве взял в аренду на 10 лет лесной участок, чтобы организовать там пасеку. Дело, судя по всему, пошло. Тут как раз подоспел закон о безвозмездном предоставлении гражданам лесов под сельскохозяйственную деятельность для собственных нужд. Так Станислав получил под развитие своей пасеки еще 2 гектара. Однако во время одного из рейдов специалисты лесохраны выяснили интересный факт. Один участок действительно использовался по назначению, а на втором, который представили безвозмездно, вместо ульев и пчел жили кабаны. Или, как утверждает пчеловод, домашние свиньи полукровки темного цвета. Кто бы то ни был, вместо сбора нектара и опыления растений они вытоптали и съели всю траву. Я их содержать не хотел, я их временно хотел разместить здесь и потом в июне месяце хотел увезти, но получилось так, что лесничие обнаружили и там маленько было повреждено земельный покров, трава, то есть свиньи сели. Теперь буду исправлять, приводить, как было раньше. По закону на участках лесного фонда, которые граждане получают под сельхоздеятельность, допускается только два вида – пчеловодство и сенокошение. То, что мы с ним видели, человек оформил данный договор и данный участок использует не под значением. В республике это мы считаем недопустимо и к ним будут приниматься жесткие меры. Я предупреждаю всех участников, которые будут брать в аренду данные участки, использовать только строго по назначению. Кроме восстановления покрова за нарушение лесного законодательства, пасечнику-любителю грозит штраф. Ну а специалисты лесной охраны теперь будут тщательнее проверять угодья, чтобы опять не пустить свиней в огород или в данном случае в лес. Спасибо, молодец. С 1 июля вступают в силу изменения в законе о долевом строительстве. Застройщикам необходимо выполнять новые требования. К примеру, опыт работы на строительном рынке не менее трех лет. Обязательное наличие проектной документации. Вводится надзор уполномоченного банка. Он будет контролировать каждый платеж. Договоры, акты сдачи приемки, счета фактуры. Нововведения направлены на защиту граждан. Вместо квадратных метров – количество человек. Так будет рассчитываться плата за вывоз мусора. Что еще изменится в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в нашем материале? За вывоз всего мусора в республике будет отвечать одна организация – региональный оператор. Его уже определили – это экоцентр. Тариф сложится из трех компонентов – работа самого оператора, транспортировка мусора и захоронение на полигоне. Сумма пока не определена, но по примерным расчетам это будет 75-80 рублей с человека. Сейчас же тариф по республике в среднем равен 2 рублям за квадратный метр. В то же время, если, допустим, в двухкомнатной квартире 50 квадратных метров, опять же, проживает на сегодняшний день один человек, то, соответственно, у него расходы будут меньше. Заключить договоры с региональным оператором обязаны все управляющие компании и собственники жилья. Сейчас жители республики получили уведомления о образце договоров. С этим проектным договором на сегодняшний день делать ничего не нужно. Максимум, что можно и нужно делать, на самом деле, это указать и предоставить региональному оператору любым удобным способом те данные, которые там запрашиваются. Там такая пабличка, есть уведомления. Это место сбора, то есть там, где стоит контейнер, количество контейнеров и их объем. Отправлять данные нужно лишь жителям частных секторов и юридическим лицам. В многоквартирных домах эту работу выполняют управляющие компании. Ожидается, что региональный оператор начнет работать с 1 октября этого года. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Школьники Чуваши итоговую аттестацию прошли успешно. Основной период закончился, а сейчас идут резервные дни для сдачи ГИА. В девятых классах они завершатся 29 июня, в одиннадцатых классах – 2 июля. ЕГЭ сдают выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, или не участвовавшие по уважительной причине в основные дни сдачи экзаменов. В этом году все экзамены проходили в штатном режиме. Технический сбой в программном обеспечении произошел всего один раз. В местах проведения экзаменов велось онлайн-видеонаблюдение. Кроме этого дежурили и общественные наблюдатели. Особым моментом при проведении экзаменов этого года так же было, что материалы, которые получали буквально в своем вольтой, заходили, садились, получали, и там же материал распечатывался. По завершению работы они сканировали и отправлялись в региональный центр. То есть фактически материал нигде не переносился. И изменения, которые могли бы быть, фактически они не допущены. То есть очень аккуратно все сработало. По сравнению с прошлым годом в девятых классах улучшились результаты экзаменов. По чувашскому, английскому языкам, физике, биологии, математике, географии, истории. В одиннадцатых классах по русскому языку, географии, истории и базовой математике. Сто баллов на ЕГЭ получили сорок два человека. Мы продолжаем рассказывать о том, как в Чувашии отметили День Республики. Одной из изюминок праздника стало выступление детского сводного хора на Красной площади в Чебоксарах. Тысячи детских голосов, поющих в унисон. Известные песни, которым подпевала вся республика. Чувашские соловьи на Красной площади. Сводный детский хор поражает не только своими масштабами, но и профессионализмом. Тысячи голосов сливаются воедино. В сопровождении профессионального симфонического оркестра хор звучит особенно мощно. Управляет коллективом выдающийся музыкант, главный дирижер Чувашской государственной академической симфонической капеллы, народный артист России Марис Яклашкин. Воспитанники музыкальных школ искусств всей республики и городов Чувашии исполнили гимн Чувашской республики – произведения русских и чувашских композиторов, известных практически каждому. Волнующе, грандиозно, удивительно – так можно характеризовать ощущения зрителей. Звонкие голоса детей тронули взрослых до глубины души. Русь – мастеровая. Конкурс умельцев в этом году переехал из Чебоксар в Мариинский посад. Город на Волге принял умельцев из 18 регионов страны. Творческие состязания длились 8 часов подряд. Резьба по коже – авторская техника мастерицы из Мурома на основе древнего материала юфть. Делается она из толстой кожи, телячьей, которая как раз и есть юфть. И раньше ее выделывали как раз волжские булгары первые, научились делать таким способом выделывать кожу. Традиционное муромское ремесло заимствовано где-то на ваших территориях. То есть это как раз о единстве культур. От палатки к палатке интереснее и разнообразнее. Удмуртские умелицы ваяют из глины. Башкирские ткут пояса и шарфы. Мастачат мебель марийские искусники. Мастера из 18 регионов съехались на конкурс показать свои умения и творения. На этом конкурсе я уже третий раз получается. И очень-очень нравится бывать на вашем городе вообще. Очень нравятся люди добрые, отзывчивые. Сегодня у нас была немножко чрезвычайная ситуация. Мы пану оставили в автобусе. И вот все ваши организаторы, волонтеры, они приложили все усилия, чтобы нам помочь. Праздник мастерства, можно сказать, в разных направлениях. Это заряд на весь год. Последующие работы. Заряд работы. Обучение детей. Вот что-то передать им новое. Эмоции свои. Изучить даже какие-то техники и новые росписи. На большинстве изделий изображен Иван Яковлевич Яковлев. 170-летие чувашского просветителя – общая для всех тема. Привезти с собой ученика. Еще одно условие конкурса. Причем подмастерье тоже должен внести лепток в конкурсную работу. Она вышивала, вышила уже как раз сегодня такую закладочку. Для этой же папки, для букваря, можно сказать. Ее работа уже закончена. Она просто из-за того, что у нее время осталось, еще вышивает вот для таких цветочков серединки. Начали творить мастера с утра. И у них было 8 часов, чтобы закончить работу и представить ее конкурсному жюри. К вечернему открытию праздника умельцы накладывали последние штрихи. Вот я лично привезла шар из козьего пуха. А чтоб быстрее было ткать вторичную тку из козьего пуха шаров. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства организуют в Чувашии уже в 16-й раз. Впервые он переехал из Чебоксар в Мариинский посад. Как организаторы, сегодня принимаете огромное количество гостей со всей Российской Федерации. Огромное вам спасибо за гостеприимство, за то, что вы сегодня сделали праздник для всех. Вы молодцы! Спасибо! В субботу Мариинский посад принимал гостей и участников Всероссийского конкурса. Праздновал Агадуй и День города. Тройной праздник, тройная ответственность и масштабное театрализованное представление. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика. Богатство красок и линий, многообразие узоров и деталей. Ко дню Республики в Чувашском национальном музее открылась выставка «Роспись иглой». Уникальные костюмы с вышивкой 19-го, начала 20-го веков привез Российский этнографический музей из Санкт-Петербурга. Джинсы и юбка, футболка и кроссовки. Вот, в принципе, и все, что можно сказать о современном костюме. Причем без привязки к конкретной стране. Так сейчас одевается весь мир. Чего не скажешь о России столетней давности. Рубахи и жилетки, платья и юбки, обувь и головные уборы. Все эти вещи уже реликвии. Это действительно украшение вышивкой. Особенно вот мне нравится то, что показано золотое шитье, которое как-то в последнее время, ну, достаточно мало представлено. А здесь оно замечательно показано. И очень большой выбор женских главных уборов. В музейном зале экспонаты народов Российской империи. Русских, украинцев, татар, морицев, туркменов, армян, латышей. Подобные наряды во все времена будут приковывать взгляд. Произведение искусства иначе не назовешь. Вышивка по зументам, конетелью, бисером. Узоры по коже, шерсти, набивному полотну. У каждой из техник свое исполнение и особые черты. У нас наша коллекция по этнографии Чуваши, например, насчитывает 6,5 тысяч предметов. И поэтому в основном наш фонд 158 народов России и сопредельных стран. И поэтому вам не очень сложно было подобрать экспонаты. Но мы хотели подбирать такие, которые были бы интересны здесь, в Чебоксарах. Российский этнографический музей – один из крупнейших народовеческих музеев Европы. Выставка «Рось без теглой» приехала в Чебоксары впервые и будет работать до конца сентября. Рифат Фаткулин, Александр Петров, Республика. Правительство Чувашии против журналистов Республики сыграло футбол. Дружеский матч приурочили к чемпионату мира. Болела и считала голы наша съемочная группа. В синей форме команда правительства. В салатовых жилетках представители СМИ. Обычно именно они атакуют представителей правительства интересующими вопросами. На футбольном поле «синие» смогли отыграться на соперники. Они активно нападали с первых секунд. И чаще всего – удачно. Журналисты тоже не всю игру сидели в обороне. В роли центрового игрока команды СМИ на поле вышел и инженер национального телевидения Артур Егоров. Ощущения здоровские, погода хорошая. Поле тоже здесь шикарно. Игра хорошая. Соперник видно, что более подготовлен, комбинирует, играет свой футбол. Кроме сыгранности у «синих» очень активные болельщики. Вычислить Анатолия, за которого болели на трибунах, оказалось несложно. У нас каждую неделю проходит по 2-3 тренировки. После игр, конечно, эмоции всегда положительные. Положительные эмоции у представителей правительства остались и после этой игры. Они выиграли со счетом 5-3. Что касается журналистов, то у них будет шанс отыграться. Команды договорились встречаться регулярно. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Валерий Резюков, «Республика». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин